Утро вторника. Люди спешат на работу и по своим делам. Но для Елены Яковлевой этот день начался со страшного пришествия. Женщина переходила улицу Калинина по пешеходному переходу, когда ее сбил автобус. Сейчас за жизнь Елены борются врачи. Кто знает, чем обернулась бы эта история, если бы не своевременная помощь. В ожидании скорой женщине провели реанимационные процедуры. Шел на работу, увидел о том, что у нас случилось ДТП, лежит человек на асфальте. И, согласно ПДД, у нас водители обязаны оказывать медицинскую помощь. Но водитель, похоже, был сам в состоянии аффекта. Перегорделили поток движения, оказали первую медицинскую помощь человеку. Расчистили дыхательные пути, привели в чувство с помощью раствора мяка, который нашли автомобильные аптечки. Несчастный случай местных жителей поверг в шок, но большого удивления не вызвал. По мнению людей, этот участок дороги давно представлял опасность. Здесь переход и вот эта стоянка машин – это гибель. А вы здесь часто вообще ходите? Конечно, я же на Спартаковской живу. Как отмечают очевидцы, именно парковка перед пешеходным переходом существенно сократила угол обзора, помешав водителю увидеть пешехода и вовремя затормозить. В кратчайшие сроки были приняты меры. Например, перенесена разметка, а парковку сделали параллельно проезжей части. Но, как видите, для химчан привычка оказалась сильнее, и они продолжают парковаться по-старому. Неправильная парковка грозит штрафом в 3000 рублей, а в некоторых случаях и эвакуация автомобиля. Но знак все равно предпочитают игнорировать. Большинство нерадивых водителей при виде камер поспешили скрыться, а те, кто остался, говорят, других вариантов нет. Дело в том, что я подъехал, здесь одно место было свободное, я так никак не стану. Как? Как занять еще? Ну, то есть вы не видели знак, да? Знака не видел. ДТП произошло 17 сентября. Уже на следующий день были усилены меры безопасности. Помимо знака «параллельная парковка» здесь установили лежачего полицейского. Такие изменения требуют согласования с ГИБДД и обычно затягиваются на несколько недель. Но близость администрации к месту аварии явно ускорила процесс. За сутки перекресток максимально обезопасили для пешеходов. Все, что размещено на улице на дорожной сети, это согласовано с схемой, утвержденной ГИБДД. Меры приняли оперативно. Вот только водителям придется к ним привыкать. Да и по ДД никто не отменял. Как говорят жители, пока лежачий полицейский ситуацию не спасает. Я вчера тоже стояла, фотографировала, все машины идут посередине, скорость не сбрасывает, вообще никто. Чтобы предотвратить ДТП в будущем, необходимы дополнительные меры. Читают химчане. Двое детей Екатерины Рыжовой учатся в лицее номер 7. В школу ходят именно через этот пешеходный переход. Девушка уверена, здесь нужен светофор. Дети ходят самостоятельно и нет возможности просто их водить. Хочется обезопасить максимально хотя бы светофором. Есть, конечно, светофор вон там, но это очень далеко идти. И в школу, когда утром просто опаздываешь, ну вот, посмотрите, как они несутся. Дополнительные меры пока в стадии обсуждения. В любом случае важна и личная ответственность, как водителей, так и пешеходов. Будьте внимательны и помните о безопасности. Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров, Николай Забродин, Служба новостей.